Всем привет дорогие друзья! Это новый выпуск по Клэша Яли и наконец-то разработчики выпустили обновление. Давайте посмотрим, что же здесь изменилось. Добавили новую арену, добавили кстати легендарочку. В общем, давайте это все смотреть. Поехали! Итак, я нахожусь на Твинке не случайно, я просто хочу заценить новую арену. Давайте, знаете с чего начнем? Начнем с новых карт и арены. Значит, арену мы сейчас поиграем. На этой арене добавили мини-генераторы. Давайте посмотрим, что это за карта. Значит, группа миниатюрных машин и спускающие разряды. Кто ими управляет, спросите главного строителя. Значит, у них какое-то оглушение есть. Ну, урон слабенький, конечно. В общем, это мы заценим в новом испытании. И вот она легендарочка новая. Все-таки призрак. Помните, да, были сливы об обнове, что выйдет призрак. Сначала все в это поверили, а потом как-то думали, ну что это фейк информации. И на сегодняшний день они не сливали никакой снэкпики, не показывали нам новую лего. А я говорил, что новая лего будет на стриме. А мне говорили, что нет, только две карты будет. То, что презентовали. Ну, не презентовали, точнее, а снэкпики нам показывали. Вот она новая лего призрак. Итак, что же это за карта? Значит, он незаметно парит над ареной, пока его парит, пока его не напугает кто-нибудь из врагов. Тогда он бросается в бой, а потом снова становится невидимым. Эй, где вы? Ой, ты. Я еще, ребят, не проснулся. Извините, я вот стараюсь записать ролик как можно раньше, посмотреть обнову вместе с вами. Значит, я понял. Он невидимый, да? Когда видит врага, он начинает атаковать. Но я думаю, что испытание будет, мы его заценим. Урон, конечно, у него, ну, такой себе, слабенький. Здоровья у него достаточно, 1100 хп. Скорость атаки быстрая. Передвижение тоже. Вот. И дистанция у него ближняя, да, я так понял, в бою. Атачит только землю. В общем, заценим эту лего потом. Давайте посмотрим, что еще. Добавили охотника. Ну, охотник, в принципе, уже было известно нам, да, эта карта. И приблизительно мы понимали, что он будет делать. Значит, наносит большой урон на близком расстоянии. И не такой большой, если отойти подальше. Недостаток меткости он компенсирует своим невероятным густым бровями. Я так понимаю, а что значит недостаток меткости? Ну, ладно, мы сейчас проверим. Смотрите, урон х10 какой-то. Земля-воздух. Мы сейчас проверим. У нас есть испытание. Итак, магазин. Вау, спецпредложение. Коснитесь, чтобы посмотреть. Слушайте, неплохо. 750 золота. Сундук фортуны. А я хочу это разыграть среди своих зрителей, ребят. Хотите, чтобы... Вау, сундучки новые, блин. Да их, наверное... Сегодня же открою на своем основном аккаунте. Все эти сундуки. Если хотите, обязательно ставьте лайк. Подпишитесь на канал вот прямо сейчас. И если вы хотите, чтобы я в следующем видео разыграл эти сундуки среди вас. Ну, каждому открыл. Хотя я сомневаюсь, что это вам будет интересно. А, у меня завис Нокс. Сейчас я перезапущу, и мы продолжим. Итак, продолжаем обозревать новую обнову. Значит, у меня просто перезапустилась игра. Нокс завис. Значит, еще что. Мне говорили, что теперь не будет легендарных карт на 3000 кубков. Говорили с 4К. Но, как видим, это не так. Бандитка у меня есть в магазине. Да, я могу ее приобрести. Вот. Но не буду этого делать. Кстати, ребят, я вот хочу еще такое объявление сделать. Сейчас продолжим обозревать обнову. Этот аккаунт я разыграю, скорее всего, среди вас на Новый год. Если вы этого хотите. Здесь почти 400 тысяч золота. Я округлю полляма золота. А это означает, что вы можете в магазине купить... Ой, я не хочу сейчас считать, но точно 4 леги как минимум. Вот. Здесь есть все леги, кроме новых. Мега-рыцаря, ночной ведьмы и призрака. Все остальное здесь есть. Прокачивать нет времени. Я на нем не играю. Поэтому я думаю, что вам этот аккаунт пригодится. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайк. Ну и ждите новости про этот конкурс. Я этот аккаунт разыграю среди вас. Второй раз у меня перезапустился Нокс. Я обожаю эмуляторы на Android и все, что с ними связано. Итак, продолжаем, ребят. Насчет аккаунта, я думаю, мы разобрались. Подписывайтесь. Я думаю, я его разыграю среди вас, если вам, конечно, эта тема интересна. Но помимо аккаунта еще будут некоторые плюшечки. В общем, на колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить. Так, я не буду донатить на это спецпродолжение, так как я на этом аккаунте не играю. Хотя для подписчика, если разыгрывать этот аккаунт, я думаю, очень даже кстати будет. Ага. Еще такой вот сундук фортуны. Теперь сундук с молнией. Давайте посмотрим. Замени выбранные колоды карт. Вся сила в твоих руках. В общем, сундуки я буду открывать. Вау, просто я хочу его открыть. Я открою его на своем аккаунте. На основном. Теперь, что у нас? Новое испытание. Давайте откроем быстренько Crown Chest. Там была новая карта, я видел. Новая карта мне выпала. Да, вот она. И испытание. В общем, сейчас мы поиграем, ну, тест. Просто тест. Одну-две каточки. Проходить я буду на своем основном аккаунте. Опять завис, Нокс. Я тебя обожаю. Я сейчас этот момент вырежу, и мы продолжим. Господи. Итак, ребят, теперь поехали. Я надеюсь, ты, Нокс, не закроешься во время поединка, и мы сможем нормально поиграть. Чем же играть на новой арене? Я думаю, что я обязательно запишу видос, запишу колоды. В общем, опять же, ребят, я, наверное, уже третий раз за выпуск говорю, ну, подписывайтесь на колокольчик, нажимайте, чтобы эти видосы не пропустить. Но я пойду своей превышенной колодой, которая здесь прокачана. Это Голем плюс Паулбайт. Но у нас же изменение баланса вышли. У нас же теперь сборщик эликсира, он реально слабенький. Поэтому я не знаю, с чем теперь играть будем. Но это мы посмотрим, наверное, в следующих выпусках. Ну, мне чисто хочется заценить новую арену. Поехали. Поехали, поехали. Итак, вау. Слушайте, ну, вау, потому что что-то новенькое. На самом деле, ну, прикольная арена, не все красивые по-своему. Но это что-то новенькое, это новые эмоции. Я хочу на этой арене играть. Реально хочу. Так, у меня слетели бинды почему-то, непонятно. В общем, нужно, ребят, не знаю, что-то произошло. И Нокс вылетает каждые 2 секунды. Так, давайте бревно закинем. Я думаю, что сейчас еще можно, в принципе, с... Чего? Девятый гигант? Так это же... Это же 3600 кубков. Почему... Офигеть. И он еще меня забайтил на стрелы, смотрите. И сейчас будет, наверное... Так, армию скелета выбросим. Бревно потратил. Ну, нас гигант сломал полностью в соло. Дело в том, что никто ему не саппортил. Никто... Не... О, боже, еще и... Бочка гоблина. Ладно, давайте поставим сборщики эликсира. Сейчас, наверное, ракета прилетит. Ребят, вас, наверное, тоже будет вопрос. Чем же теперь играть? После изменения баланса? Да еще и на новой арене. Как ее опнуть? Обязательно. Обязательно ждите. Я сделаю видосы, запишу, думаю... Я буду делать бусты, если вы хотите. Заказывайте бусты. Заодно буду демонстрировать вам колоды. Так, давайте. Здесь трех мушкетеров. Конечно... Как я их выбросил, если они сейчас под мак... Макс двухтычек их уничтожил. Какая боль просто. Какая это боль. С двухтычек мушкетера уничтожил. И это... Это 3600 кубков. А, я понял. Я понял. Ребят, ну... Этот ролик не про колоду. Ой. Я просто... Я не могу. Он еще не на вышку. Он на сборщик выбросил бочку. Я не угадал. Вот минус вторая башня. Знаете, только ощущение, что я первый уровень, а против меня 13-й. У меня реально такое ощущение. И почему у меня не бомбит? Почему я такой довольный? Да потому что... Мне плевать, честно. Мне плевать, что я сейчас солью. Я сейчас наслаждаюсь ареной. Посмотрите, этот контур. Это... Вот это электричество проходит по этому. Блин, сколько сплэша. Как мне банду гоблинов выбросить? Лол. Ну, пока бомбер расчехлился и сагрился на вышку. Я же ждал, пока бомбер сагрится на вышку, чтобы выбросить банду гоблинов. Мне ее просто сломали. Просто сломали до трешку. Ой, господи. Давайте посмотрим на этого идиота. 3700 у него рекорд. 3700 рекорд. 9-й арарки. 10-й комонки. 10-й арарки. Какие там 9-й? 10-й колдун. Моих трех мушкетеров седьмых с двух тычек выносит. Ладно, об этом потом. Давайте сыграем буквально одну каточку в испытании. Ну, одну-две. Посмотрим, что же за новые карты. Хочу их тоже заценить. Я возьму фаербол. Так. Я возьму бочку. А стоп, бочка же уже не такая крутая. Теперь, да, я возьму принцессу. Я забыл, что же изменение баланса было. Теперь хок медленнее стал. Медленнее. 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 Вы уж извините меня. Да. Я опять же говорю, я не проснулся еще. Туплю. И мы находимся на новой арене. И у нас вот это Тесла. Мини-генераторы есть. Тесла на колесиках. Так. Окей. Сейчас проверим, что это за мини-генераторы. Что это за карта. И с чем ее едят. Так. Ставим арбалет. Против нас слава. Так. А эти генераторы воздух атачат. Так как он слил... О, смотрите, охотник. Ну да, он стреляет дробью, но... Я не понимаю, в чем... В чем его сила-то. Он эпическая карта. Должен как бы быть, ну, мощный такой. Ну, посмотрим. Пока я не увидел мощности никакой. Будем тестить. Мини-генераторы. Мне кажется, они не дамажат воздух. Ну, давайте протестим. Проверим. Нет. Нет. Видим, что они только наземных юнитов бьют. Хотя я должен был заценить еще до того, как делал обзор. Но, ребят, это первое впечатление. Дальше будет, естественно, более адекватный обзор. Я расскажу про колоды, про новые карты. Покажу. Вот. Поэтому ждите. Так. Что у нас? Мы слева вышку, в принципе, можно сказать, снесли. Давайте переходить сразу же на правую башню. Арбалет ставить не буду, потому что выпустил гиганта. Господи, у меня еще и принцесса в деке. Так. Давайте принцессу, наверное, вот на левую сторону. Закинем гоблинскую бочку вот сюда. Он выбросил. Интересно. Фаербол убивает? Вау, через зеркало. Слушайте, ну. У них прикольный сплэш, я так понял. Разлетается дробь на большое расстояние. Наверное, там всяких армий скелетов, орду миньонов. Наверное, просто мочит на ура. Ну, у меня просто нет этой карты на данный момент, чтобы протестить. Ну, мне кажется, что вот этот дробь реально просто всякую мелочь просто изи ваншотит. Мне так кажется. Вот. Ну, иначе я не понимаю, в чем прикол этого охотника. Так. Ну, что ж. Мы уже ему практически и вторую надамажили вышку, да. А он еще даже нам и половины башни не снес, ни одной из сторон. Так, давайте ставить арбалет. Че уж там. Так, он выбросил... О, давайте, мини-генераторы. Что же вы на себя представляете? Мне интересно, они... Они сбивают каст, как громовержец? Да. Да, да, ребята, они как громовержец прикольно сбивают каст. Мне нравится эта карта. Я думаю, что она приживется. Ну, мне так кажется. Прикольная, прикольная карта. Тем более, громовержеца сейчас не так часто используют. Я думаю, на замену грому придет вот эта карта. Потому что пламенного часто используют. Вот. Так. Я тут туплю. Эликсир простаиваю, стою. Вот. Давайте, мини-генераторы, посмотрим, как они против Теслы. Так. Дзынь. Ну, что-то кастуют они, конечно, не так часто, как громовержец. Но все-таки. А что происходит? Мы что? Мы что, проигрываем? Серьезно? Так. Ребята, нужно... Нужно закомбетчить. Давайте забрасываем гублинскую бочку и фаербол. Ну, честно, я играл так себе. Не запаривался сильно. Играл по фану. Мне чисто было... Ну, хотелось чисто посмотреть на новую арену, на новые карты. И сказать свое первое впечатление. Я сразу вот скажу, что я не совсем понял прикола вот этой карты. Пока мне не совсем она нравится. Но, опять же, это... Че, я только первый бой увидел. Вот. А вот мини-генераторы... Ну, тема прикольная. Четыре эликсира. Не знаю, конечно, нужно их будет сравнить с громом. Ну, гром это лего. А это редкая карта. Я думаю, все-таки гром будет обыгрывать. Ну, в общем, об этом, ребята, в следующих роликах. Ну, изменение баланса. Это тоже одним видосом не снять. Я думаю, вы и так знаете, что по пиксели. Какие карты. Вот. И вас теперь интересует вопрос, чем играть. Так вот, подписывайтесь. Ждите новые видосы. Я на основном аккаунте еще сегодня ролик запилю. Открою эти сундучки. Я думаю, что он выйдет совсем скоро, этот видос. Я сразу же сейчас перейду. И буду открывать новые сундуки. Все, ребят. На этом буду завершать выпуск. Желаю вам удачи. Напишите в комментариях вашу оценку обновлению. Нравится ли вам что-то. Или, возможно, вам что-то не нравится. И поставьте какую-то оценку по шкале от 1 до 10. Все, ребят. На этом буду завершать. Спасибо. Мне обново нравится. Я пошел дальше разбираться. И записывать еще один новое видео. Все, ребят. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok